Масштабную ревизию в дирекции по паркам администрация города провела в сентябре. По итогам проверки Комитет по финансам вынес предписание по устранению нарушений. В нем значится 11 пунктов. Приведем первые два. Восстановить в доход бюджета городского округа город Улан-Удэ денежные средства в сумме 55 тысяч рублей, использованные не по целевому назначению. Восстановить за счет виновных лиц недостачу материальных запасов на сумму 1 миллион 800 тысяч рублей. 55 тысяч город выделял на строительство ленточного фундамента. Однако на эти деньги началось строительство гаража. Отсюда и нецелевое использование. У нас была достаточно объемная проверка. Она закончилась у нас в сентябре. Были наши возражения. Они были приняты. Из того объема документа, который вам попал, вам нужно смотреть итоговое заключение. Итоговое заключение было одно только. Восстановить за счет бюджета 55 тысяч рублей. Мы их восстановили. Это, кстати, не вина дирекции. Это вина финансистов, которые неправильно поставили коды бюджетной классификации. Все. Сумма 1 миллион 800 тысяч куда более серьезная. Но и здесь все по закону, уверен руководитель дирекции по паркам. У нас администрация города Улан-Удэ несовременно выделила ставку централизованному бухгалтеру комитета культуры. Соответственно, не был принят бухгалтер, который не приходил в данные средства. Нарушений не было. Нарушений у нас в дирекции не было. Были неточности классификации бюджетных строк, которые ставили нам комитет по финансам, который сам же нас проверял, который сам же провел платежи, сам же провел через казначейство. Так что кто провел? Комитет по финансам. У него нарушения, собственно, комитет по финансам он устранил. В комитете по финансам не совсем согласны с аргументами Александра Барданова. Нет, конечно. Все, что у нас есть, это изложено на свою позицию. Мы в акте изложили. И все же, несмотря на рекомендации Александра Барданова, мы обратили внимание не только на итоговый документ, но и на сам акт. И нашли там немало интересного. В частности, проверкой установлено, что 2ИП арендуют у дирекцию территории без документов. И, судя по официальным данным, оплата за аренду через кассу дирекции по паркам не проводилась. К тому же в акте прописано, что больше миллиона рублей были потрачены на необязательные вещи и могли быть использованы более эффективно. Приобретение снегохода «Буран», приобретение картины «Подношение вселенной», 2 велосипеда, монтаж аудио-видеосистемы, акустической системы, внутрисалонной активной антенны, камеры заднего вида. В период проведения ревизии установлено, что учреждение произведено целесообразные и неэффективные расходы сумеет 1 миллион 84 тысячи рублей. Штрафных санкций не будет. Предписание указали, чтобы были, прежде чем производить расходы, чтобы более эффективно подходили расходы. Дирекция по паркам периодически оказывается в центре не самых хороших новостей. Последняя была связана с нарушением антимонопольного законодательства. Бурятская УФАС установила, что дирекция необоснованно сократила срок подачи заявок на торги. При этом заказчик нарушил собственное положение о закупках. Еще одно нарушение находила прокуратура. В ходе реконструкции парка Орешкова чиновники заплатили бюджетные деньги за невыполненные работы. Послужат ли эти материалы поводом для проверки правоохранительными органами, пока неизвестно.